В эфире информационный блог Доброе утро, Таллин. У нас сегодня в гостях директор Центра русской культуры Юрий Поляков. Здравствуйте. Здравствуйте. На этой неделе школа искусств ЦРК отмечает 10-летний юбилей. А что из себя представляет эта большая творческая лаборатория? Сколько студий и коллектив объединяет? Ну, у нас действительно в доме праздник, очередной праздник, у нас много праздников, но это особенный. 10 лет назад, немножко больше, было принято решение в Центре русской культуры создать свои студии, потому что любой центр культуры, дворец культуры, дом культуры, они в основном всегда работают в нескольких направлениях. Это зрелищно-массовые мероприятия, о которых мы все хорошо знаем, а, соответственно, обязательно должно быть дополнительное образование в сфере творчества. У нас этого в тот момент не было, поэтому было принято решение, и после переговоров с нашим руководством города было принято решение эти студии профинансировать и создать. Мы подобрали специалистов, и первые были открыты, это хореографическая, вокально-хоровая и театральная студии. Мы пригласили очень в то время уже известных, хороших специалистов со старой, как мы говорим, школой, которые до сих пор активно работают и радуют тем, как они могут обучить своих подопечных своим направлениям. Всего это пять студий? Всего пять студий. А какие преимущества есть у студий и коллективов, которые работают именно на муниципальной базе, как в вашем случае? Ну, в первую очередь, это то, что к нам, слава богу, могут попасть и дети, в том числе и из семей малоимущих, потому что у нас нет достаточно большой на сегодня платы за обучение, у нас есть клубный взнос. И так как все-таки город идет на встречу с тем, чтобы помочь детям получить определенные знания, в том числе и в сфере творчества, мы пока на этом держимся. И вот, как на муниципальном уровне, как городское учреждение, было в свое время принято решение, сумма немножко варьировалась, но пока что мы держим вот такой уровень с тем, чтобы дать возможность ребятам раскрыть себя и порадовать наших жителей города и порадовать самих себя. Сумма, если я не ошибаюсь, порядка 10 евро, недорого, но очень качественно. Редко такое встретишь в нашей жизни. Вы знаете, вот сейчас мы в преддверии юбилея стали готовить как раз такой обзор за 10 лет, что было достигнуто. Я могу одно сказать, что после создания студии практически одновременно мы заложили целый ряд традиций, в том числе проведение международных фестивалей по направлению нашей деятельности, деятельности наших студий. Это международные фестивали, это 5, 6, 7 государств, которые участвуют в наших фестивалях. Это участие наших студий в фестивалях за рубежом, при том диапазон очень широкий. Это не только соседи, Россия, Латвия, Финляндия, но и ездят в Европу на весьма престижные конкурсы. Но меньше первого-второго места обычно ребята не привозят. И когда мы выезжаем всеми коллективами, а только что мы в рамках Дней Таллина в Санкт-Петербурге давали как раз концерт про образ того, что у нас будет в пятницу. Даже специалисты оценивают наш высокий уровень и удивляются, как мы смогли это сохранить, живя вроде как уже не в старом государстве. Эстония государства небольшое, но мы удивляем своими возможностями. Получается, что вы юбилейный концерт уже опробовали в Санкт-Петербурге. Что же он из себя будет представлять? Это работа трех студий. Вокально-хоровая наша хореографическая и театральная. Театральная будет, естественно, не спектакль в полном объеме, это миниатюры. Но те песни, танцы и миниатюры театральные, которые увидят наши зрители, я думаю, что они порадуют в том числе и качеством, и уровнем подготовки. Когда, где все это можно увидеть? Как всегда, в Большом зале Центра русской культуры в эту пятницу, 4 числа, в 18 часов, вход свободный. Это подарок города нашим жителям и гостям. Ну что ж, спасибо вам за эту информацию, за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор Центра русской культуры Юрий Поляков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова